В Тольяттинском государственном университете протестировали экспериментальный образец уникального легкого коррозионно-стойкого каркасно-модульного транспортного средства в рамках проекта КОРТРАНС-2020. Разработка ведущих ученых ТГУ будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». 14 июля сотрудники кафедры энергетические машины и системы управления ТГУ провели тест-драйв опытного образца каркасно-модульного автомобиля на базе агрегатов ВАЗ-2121 НИВА на территории университета. Определяли наличие посторонних шумов и вибраций при прохождении препятствий. Предполагается создание на базе вот этого каркаса так называемой гибридной силовой установки. То есть первое, спереди будет установлен силовой агрегат аналогичного образца, а в задней части кузова будет установлен электропривод. Соответственно автомобиль может ездить как в режиме классическом, то есть с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, а также может комбинированное. Но это проект довольно длительный, поэтому сейчас мы только пытаемся посмотреть различные варианты компоновки данного кузова. То есть как будут агрегаты находиться, для чего и макетируем, собираем, собственно говоря, раму. Экспериментальный образец уже был продемонстрирован председателю Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Шаманову, дважды побывавшему с рабочими визитами в ТГУ. Владимир Шаманов обещал ВУЗу помощь в продвижении инновационных идей, которые могут быть использованы в рамках госпрограмм, направленных на повышение обороноспособности страны. Военных интересуют различные разработки в этом направлении, в том числе и в направлении вот таких вот малогабаритных автомобилей, в качестве использования шасси для каких-то своих направлений. Ну, кроме этого, очень серьезно интересовались коммерсанты, так как стоимость автомобиля, ну, по предварительным оценкам, даже ниже некоторых отдельных серийных внедорожников. То есть достигается это путем того, что она максимально унифицирована с тем, что сегодня производят автопроизводители. То есть полностью агрегат, ну, максимально унифицирован. Скоро следующий тестовый заезд. Затем работа над экстерьером и интерьером автомобиля и 10-часовые ходовые испытания, где автомобиль будет тестироваться в условиях, под которые он проектировался. К 15 августа 2017 года экспериментальный образец КМТС должен быть готов. Субтитры создавал DimaTorzok